всем привет здравствуйте поставьте пожалуйста плюсики как меня видно слышно отлично были небольшие проблемы с интернетом здесь пришлось перезагружаться поэтому задержка небольшая получилась так по плану сейчас посмотрим приветствую еще раз всех особенно тех кто пришел первый раз ребят есть кто пришел на наш вебинар первый раз если такие есть поставьте пожалуйста в чат пятерочку чтобы знать сколько у нас новых участников так все два человека у нас получается только новых на этом вебинаре хорошо еще пошли видимо небольшая задержка по связи есть значит по традиции сейчас мы разыграем 5 инвестиционных долей нашей компании сейчас в чате появится ссылка на ролик с нашего канала youtube вам нужно для участия в этом розыгрыше пройти по ссылке оставить свой комментарий поставить лайк и подписаться на наш канал в конце нашего вебинара сегодняшнего мы проведем розыгрыш между всеми участниками этого конкурса пока люди пошли писать комментарии чтобы не терять время я попрошу сейчас в чат разместить все наши официальные источники информации все наши группы ссылка на youtube канал и и наши чаты потому что часто задают вопрос дайте пожалуйста ссылку на ваш фейсбук там на ваш канал youtube на нашу группу официальную то есть чтобы не было путаницы сейчас в чате выложат ссылки на все наши официальные и вот так что там группы вконтакте чат сергей чаты в telegram еще пожалуйста отправь сюда тоже так я думаю что все кто хотел уже в конкурсе поучаствовать уже поучаствовали перейдем сейчас тогда к основной части сейчас я проведу краткую презентацию по компании для тех кто пришел первый раз чтобы у людей было представление вообще о проекте о компании что это для чего куда мы идем какие у нас миссии какие у нас планы и так далее так сейчас я включу демонстрацию экрана чтобы у всех отображалась информация та же которая у меня и начнем заранее сразу прошу если у вас возникают вопросы какие-то пишите пожалуйста их не в чат а во вкладочку вопросы она у вас находится в верхней части вебинарного окошка так я включил сейчас демонстрацию экрана прошу подтвердить что у всех она есть если все нормально поставьте плюсик хорошо значит для тех кто еще не знает я еще раз сейчас информацию основную дам вот это наша основная официальная группа вконтакте если вы здесь вот откроете шапочку здесь есть вот такие виджеты кнопки значит здесь можно вот просто нажать на эту кнопку и открывается наша презентация на русском языке потому что есть некоторые товарищи которые искали именно на русском в личном кабинете и и мы не выкладывали потому что она как бы в доступе открытом но видимо на русском языке тоже нужно туда выложить в личный кабинет то есть можете пользоваться это материал который создавался примерно в течение четырех-пяти месяцев постоянно менялся дополнялся улучшался то есть здесь как бы собрана самая основная информация о проекте без воды без лишнего чего-то там то есть здесь все самое самое то что нужно с точки зрения правильности построения презентации наш основной сайт официальный сразу же ссылка на телеграм-канал задача проекта то есть понятно какая задача проекта запуск производства иммуномодулирующего препарата способ реализации проекта это привлечение инвестиций путем крауд инвестинга то есть король инвестинг для тех кто не знает это когда большое количество людей небольшими средствами финансируют создание чего-то общего большого грандиозного то есть это никогда приходит один какой-то большой инвестор когда много-много людей понемножку получается сбор средств на создание какого-то производства либо еще что-то там как бы сейчас такое используется довольно часто такой способ финансирования такая модель она вообще была создана в сша крауд инвестинг то есть это из-за границы к нам сюда пришло но там она работала в основном по схеме когда люди участвовали в финансировании добровольно то есть это нет не то что они покупали доли какие-то или акции компании просто допустим человек у него появилась идея он хочет что-то реализовать он подает свою заявку на определенный информационный ресурс размещает и говорит какие средства нужно собрать и люди которые на этот информационный ресурс заходят они видят и кому сколько не жалко тот столько человек отдал то есть без каких-то долей без какого-то участия вообще в этом бизнесе крауд инвестинг это уже немножко скажем так усовершенствованная доработанная модель которая позволяет этим людям которые добровольно участвуют финансирование какого-то продукта или проекта они уже участвуют не просто как участники но они становятся и совладельцами этого бизнеса в дальнейшем уже получают прибыль от общего созданного продукта проекта значит наш продукт это иммуномодулирующий препарат фран сам препарат разработан более 10 лет назад пройдены доклинические исследования пройдены клинические исследования 1 и 2 фазы победитель второго мирового конгресса по иммунопатологии 2004 года победитель 4 международной конференции по иммунотерапии 2008 год это не препарат победитель а при победителем является именно сам создатель препарата францев со своей команды то есть по моему там участвовал францев его дочь ирина и еще один разработчик был белок я честно фамилию сейчас не помню они участвовали именно вот этих вот конгрессах конференциях по иммунопатологии иммунотерапии и они там были победителями именно когда как докладчики выступали на этих конференциях 8 патентов области иммунитета человека объем рынка более 150 миллиардов долларов в год само научное изобретение оценено в сумму более трех миллиардов долларов 2010 год а теперь немного более подробно о обо всем этом вот то что было кратко сказано сейчас более подробно разложим всю эту информацию рак является второй из основных причин смерти в мире 2018 году этого заболевания умерло более девяти миллионов человек только в российской федерации на учете стоит к началу восемнадцатого года больше трех миллионов 3,6 миллиона человек это 2,6 процента общей численности населения всей нашей страны а во всем мире сейчас более 25 миллионов человек с онкологическими заболеваниями различных видов всего насчитывается более 300 видов рака до недавнего времени не было ни одного безопасного реально работающего способа по лечению рака в семьдесят четвертом году более 45 лет назад уже получается так как уже 2020 год сейчас биолог францев александр павлович это еще при советском союзе начал из им исследование иммунитета человека исследование началось с исследования иммунитета растений потом иммунитет животных потом иммунитет человека то есть начиналось все от растений пришло к человеку 1981 год были созданы основные положения информационной теории иммунитета францев является кандидатом биологических наук и создатель препарата для лечения рака работал в институте ботаники академии наук республики казахстан изучал иммунитет растений затем иммунитет животных 30 лет исследований которые были его личным поиском привели его сначала к собственной информационной теории иммунитета а затем к теории онкогенеза по иммунитету есть два вида иммунитет приобретенный иммунитет врожденный врожденный иммунитет это который у человека при рождении есть приобретенный это который приобретается уже в течение жизни взаимодействуя с различными бактериями вирусами либо какими-то скажем так факторами ну например пчела укусила человека и антитела начинают взаимодействовать следом пчелы вырабатывается иммунитет к укусу пчелы либо к укусу осы либо змея укусила если человек не умер то у него соответственно кому иммунитет будет вырабатываться к яду змеи на этом же принципе основаны все прививки которые делают там от дифтерии там счет чего то там в детстве вот это все уже получается приобретенный иммунитет суть понимания иммунитета в том чтобы разобраться механизм уничтожения измененных клеток в организме собственной иммунной системы ученые считают что не так важно как возникла опухолевая клетка куда полезнее понять причины того почему и как в данном случае промахнулась иммунная система у человека каждый день каждый час каждую минуту постоянно делятся миллионы и миллиарды клеток деление происходит и по теории иммунитета которую создал францев все вот эти миллиарды клеток они не могут делиться без ошибок то есть в любом случае возникают какие-то ошибки появляются неправильные клетки если разбираться то человек либо животное какой-то все это появилось из одной клеточки то есть зарождение происходило одна маленькая клетка потом это клетка разделилась развер treatise из одной клетки появился вот человек сто килограмм там или 80 также за 2 клетки появился слон который весят там пять-шесть тонн до или десять тонн и также за 1 клетки кид появился который весит там 100 150 тонн все из одной клетки, то есть какое огромное количество делений. И в данном случае вопрос в том, почему иммунная система не отследила вот эти ошибочные клетки, и эта раковая опухоль начала развиваться в живом организме. Вообще у любого человека, у любого животного во время жизни, даже если он себя прекрасно чувствует, постоянно возникают вот эти какие-то, скажем так, легкие раковые заболевания, когда появляются вот эти неправильные клетки. Но если иммунная система работает правильно и работает нормально, она их отслеживает и уничтожает, поэтому как бы вот эти вот микро, скажем так, микрозаболевания проходят незаметно, то есть для организма и для человека. 2004 год, патент антиэдипический антителак, альфа-фетопротеину, сейчас я не буду читать такие сложные слова, теория иммунитета человека доказана на практике 2004 год, проведены доклинические испытания в Казахском научно-исследовательском институте онкологии и радиологии. Здесь можно открыть ссылочку на документ о доклинических испытаниях. Так, дальше. Вот, отчет Института онкологии о доклинических исследованиях препарата Нормоген. Для тех, кто не знает, Нормоген – это было первое рабочее название препарата, Нормоген выпускался как внутривенный препарат для внутривенных инъекций. Он был в ампулах. Позже уже отказались от ампул и перешли именно к использованию препарата в виде ректальных свечей. Препарат Нормоген абсолютно нетоксичен даже при применении в высоких дозах, обладает высоким противоопухолевым действием, в некоторых случаях до 100%. Проявляет высокую антиметастазную активность, достигающую, опять же, 90%, а в некоторых случаях 100%. Эффективен против раковых клеток, независимо от их типа и локализации опухоли. Предварительное введение препарата снижает возможность возникновения опухолей более чем на 90%. Препарат проявляет максимальную противоопухолевую активность в присутствии избыточного количества комплимента. Это уже биологический термин, не совсем понятен. Также здесь ссылка есть на все патенты, которые есть. Дальше еще список патентов. 2006 год. Первая фаза клинических испытаний препарата первого поколения Нормоген в Казахском научно-исследовательском институте онкологии и радиологии. Дальше это у нас опять патенты. Вторая фаза клинических испытаний первого поколения, это 2007 год. Также ссылка на документ. 2010 год. Компания Innovative & Message Solution провела оценку научного исследования разработки препарата, и она составила более 3 миллиардов долларов. Это в ценах 2010 года. Если учесть инфляцию, которая прошла за эти 10 лет, то я думаю, что эту цену примерно можно, ну, процентов на 50 точно можно увеличивать. Откроем сейчас чуть-чуть документ. Я надеюсь, что его видно. Сейчас чуть-чуть увеличу. Вот, отчет об оценке научного исследования противопухолепрепарата Нормоген. Вот здесь 89 страниц. Значит, описательная часть. Так, 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 что нас интересует больше всего здесь. Вот, дата оценки 10 июня 2010 года. Согласно проведенному анализу и рассмотрению всех необходимых фактов, мы пришли к заключению, что рыночная стоимость научного исследования и разработки препарата Нормоген составляет 3 тысячи 14 миллионов долларов США. То есть, это 3 миллиарда 14 миллионов долларов. Вот, всего отчет на 86 страницах. Я сейчас немножко пробегусь, чтобы... Так, описательная часть. Сертификаты и патенты. Описание действия препарата. Сейчас читать, конечно, это не буду. Здесь это чтиво на пару часов точно. Здесь половина непонятной будет. Положительные характеристики препарата. Из отчета по проведению первой фазы клинических испытаний. Результаты клинических испытаний. Исследования на токсичность. То есть, если у кого-то есть желание, можно это все более подробно изучить. Материал. Вот указано, что результаты экспериментальных исследований показали, что препарат не обладает токсическим действием. Это здесь о том, что использовалась собака для проверки действия на рост спонтанных опухолей. На 15-й день лечения объем опухоли молочной железы уменьшился до 45 сантиметров. То есть, более чем в два раза. То есть, вот здесь описание. Дальше здесь – это анализы крови. Чуть дальше сейчас промотаю. Здесь уже пошла расчетная часть. Это обзор фармацевтического рынка Казахстана. Перспективы развития. Закупки препаратов. Графики. То есть, нормальный учет, расчет и оценка. То есть, здесь со всей информацией. Все можно подробно изучить. Сейчас я закрываю. Так. Вот, дальше погнали. Короче, 2015 год. Разработана новая форма препарата в виде суппозитория. И препарат получил новое название ФРАН. Здесь на рисунке представлен на текущий момент утвержденная упаковка, дизайн упаковки. Ее еще пока не опечатали. Есть вариант, конечно, шанс, что, может быть, что-то поменяется. Но пока процентов 99, что уже вот она в таком виде останется. 2019 год. Начало привлечения инвестиций. Регистрация компаний. Создание личного кабинета. Сайта. Получили уже сертификат сырья по стандартам МСДС для торговли сырьем и для возможности перевозки сырья через границу. И опять же для того, чтобы на основании этого сертификата можно было продолжить дальше сертификацию уже самого продукта. По планам у нас на этот год организация опытного производства Республики Казахстан, дизайн упаковки, регистрация торговой марки, запуск интернет-магазина. Так, здесь есть по вот этому моменту, по дорожной карте, есть подробный бизнес-план у нас в личном кабинете. Значит, здесь на фотографиях я нахожусь, францев и актриса, которая проходила курс лечения в августе 2019 года. По отзывам специалистов медицинской области, препарат является прорывом в области фармакологии, способен полностью излечить рак на первой и средней стадии развития заболевания и значительно продлевает жизнь на последней стадии заболевания. Компания намерена реализовывать препарат как на внутреннем рынке СНГ, так и за границей, а также выход на рынок Юго-Восточной Азии и Китая, где количество онкобольных более 17 миллионов человек. По оценкам компании Institute for Human Rights Science, объем мировых расходов на лечение онкопатологии, включая поддерживающую терапию, в 2017 году составил 133 миллиарда долларов, а уже к 2022 году планируют увеличение до 200 миллиардов. То есть это объем рынка. Если из этого рынка всего лишь 1% будет приходиться на нашу компанию, то это порядка 1,5-2 миллиарда долларов в год. Этот 1% он создаст нам дивиденды просто колоссальные. То есть если мы просто к 1% придем. так, вот здесь я писал, если будет всего 1%, то это составит, так, чистая прибыль составит более 100 долларов на одну долю компании, просто при том, если мы возьмем 1% от рынка. Вот на примере продаж препарата Авастин можно посмотреть просто объемы роста. Это в 2004 году продажи составили, когда препарат вышел только в продаже. Это было сразу 554 миллиона долларов. Это 2004 год. Я сразу скажу, что в 2018 году объем продаж составил уже более 7 миллиардов долларов по этому препарату. И в сравнении с нашим препаратом, препарат Авастин, он не обладает таким объемом положительных качеств. И, кроме того, он обладает отрицательными качествами в плане не очень, скажем так, хорошего влияния на здоровье человека, на организм. И при этом, при всем, у него такие объемы продаж. Это здесь еще есть другие препараты тоже. Литуксан, Трацелла, это тоже все противоопухолевые средства. Так, рост и объемы рынка фармацевтики. Pfizer возглавил рейтинг, это 2018 год. Объем продаж 45 миллиардов долларов. Из них основные продажи именно по препаратам, которые по онкологии работают. Вот здесь можно посмотреть, то есть Prevnar, Lirica, iBrands, это все препараты, которые по онкологии. И вот продажи 5,8 миллиарда, 4,9, 4,1. Вот Avastin. Здесь, не знаю, видно вам или нет, 7 миллиардов долларов. Герцептин 7,14. Это уже другая компания, это компания Roche. Так, идем дальше. Вот примеры спроса на разработки в области онкологии. 17 июня 2019 года компания Pfizer купила своего конкурента Biopharma, известного в первую очередь разработками препаратов для лечения рака. Сумма сделки 11,4 миллиарда долларов. В данном случае, если бы, к примеру, за эти деньги была куплена наша компания, то стоимость одной доли составила бы 4750 долларов. Это просто для примера, по цифрам, чтобы было понимание. Здесь также есть ссылка на источник, можно всегда перейти и посмотреть. Дальше. Pfizer купил за 14 миллиарда долларов производитель лангопрепаратов Medivation. В данном случае, при сумме сделки 14 миллиардов, стоимость одной нашей доли составила бы 5833 доллара. Также есть ссылка на источник. Значит, здесь расчет годовых дивидендов компании примерный на ближайшие 5 лет. То есть мы не ставим задачу сейчас через 5 лет продажи, как у Астина, 7 миллиардов. То есть мы ставим гораздо скромнее, всего лишь 500 миллионов долларов. И при 500 миллионов долларов примерно дивиденды это уже ближе к 100 долларам за одну долю будет. Это дивиденды. Сам препарат уже разработан, запатентован. На разработку ушло более 20 лет и осталось запустить его серийное производство. Это то, чем мы сейчас и занимаемся. По презентации я закончил. Я надеюсь, что звук у всех был нормальный. Кто-то жаловался, что нет звука. Так. Я думаю, что это была проблема. Уже конкретно все хорошо. Значит, это непосредственно проблема была у вас, на вашей стороне. Так. Поехали дальше. Так. Сейчас я еще раз включу демонстрацию. Сегодня будем на демонстрациях работать. поделиться. Так. Надеюсь, что у всех все пошло. Поставьте плюсик, пожалуйста. Включилось, нет? Хорошо, пошло. Значит, для тех, кто еще не слышал. Буквально пару дней назад на нашем сайте, где находится личный кабинет, мы включили уже рабочий лендинг на рабочей странице, на главной. Если вы еще этого не видели, то рекомендую, конечно, зайти посмотреть, а сейчас я просто вам открою и все это сам покажу. Значит, вот так вот выглядит наша главная страница. Вот здесь вот можно видеть адрес нашего сайта. На данный момент готовность лендинга еще не 100%. Завтра здесь появится уже рабочий телефон. Здесь мы подключим на эти кнопочки социальные сети. Это тоже еще не сделали. Вот здесь будет активирован интернет-магазин. Кнопочка. Вот здесь вот кнопочка для перехода в личный кабинет. Дальше. Это просто лендинг, как сайт-одностраничник. То есть значит, первый блок это у нас здесь идет заставка. Ну, это часть, скажем так, часть из видеопрезентации без звука. То есть, ну, кому-то будет интересно посмотреть. На самом деле все так довольно интересно сделано. Дальше идем. Здесь описательная часть о препарате. Основная такая краткая. Дальше. Это кнопка зарегистрироваться. Преимущества для инвестора. Инвестиции, возможности, дивиденды. Со всем этим можно ознакомиться на сайте. Здесь у нас находится видеопрезентация. Здесь у нас будут висеть патенты. Еще не успели разместить. Здесь описательная часть патентов. А здесь будут сами картинки висеть. Они будут интерактивные. То есть, можно будет нажать. Она будет увеличиваться в размерах. Дальше. Здесь такая мини-дорожная карта, можно сказать. Спросы на разработку препарата можно посмотреть. Здесь открывается описание. Ссылка на источник. По каждой позиции. Финансовый план компании. Ну и в общем все. То есть, это рабочий лендинг. сейчас я попробую открыть интернет-магазин. Так, да, он уже висит. Вот так он выглядит. Здесь тексты еще будем редактировать. еще не подключили HTTPS, то есть завтра, наверное, это постараемся сделать. В общем, интернет-магазин уже готов, буквально на днях мы его, скорее всего, уже включим. Здесь будет видеоотзывы, продукция, корзину. купить. Так, ладно, с этим, с интернет-магазином потом будем разбираться. А, вот количество купить. Вот. Ну, примерно так это выглядит. Так, все, возвращаюсь. Ну, над сайтом интернет-магазином работали довольно долго. Мобильные версии также были сделаны и, по-моему, они работают уже в нормальном режиме тоже. Дизайн интернет-магазина я старался создать наподобие с дизайном продукции Apple. То есть, такой минимализм, светлые тона, такой, как бы, легкий, чтобы был, легкий для восприятия. Замучил я, короче, этого человека, который занимался. Так, дальше. какое количество препарата будет продаваться в интернет-магазине и по какой цене? Ну, понятие, какое количество, это зависит от того, какой будет спрос на покупку. Цена, по которой будет продаваться в интернет-магазине, она будет выше, чем указана в личном кабинете. Какая точно будет цена интернет-магазина, сейчас пока сказать не могу, потому что нам в эту цену нужно будет добавить еще расходы, связанные с вознаграждением людей, учащихся, участвующих в продажах. То есть, потому что там будут какие-то врачи, онкологи, нам нужно будет определенную маржу к этой цене добавить, и плюс нужно, чтобы человек, когда, допустим, по рекомендации от врача приходит от лечащего, чтобы он получал какой-то дополнительный еще бонус, то есть, еще скидка, чтобы было. Вот этот момент весь надо учесть. Ну, сразу скажу, что там сейчас будет цена не больше, чем 4 тысячи. Я думаю, что даже немножко меньше будет. Может быть, где-то между 3 500, 3 700, ну, где-то примерно в этих вот пределах. Дальше. Для тех, кто еще не знает, у нас в личном кабинете уже доступна покупка препарата ФРАМ. Сейчас было принято решение, что все продажи будут идти только через личный кабинет. Это то, что касается инвесторов. То есть, если кто-то из инвесторов хочет купить препарат, то не нужно никуда писать, не нужно никому звонить. Это можно сделать непосредственно через личный кабинет, там есть кнопочка, называется, по-моему, купить ФРАМ. Сейчас я посмотрю, скажу точно. Да, кнопка называется купить ФРАМ. Раздел моей финансы, после моей финансы идет купить ФРАМ. Есть два варианта. Купить можно либо 10 свечей, либо 30, либо можно два по 10, то есть будет 20, либо 30, либо несколько раз по 30. Любые варианты доступны. Также при покупках через личный кабинет у нас работает бонусная программа. Соответственно, если ваш партнер покупает препарат, то вам начисляется бонус. Бонусы начисляются у нас на 5 уровней по глубине, независимо от статуса партнеров. То есть, именно по продажам препарата мы решили не привязывать это к статусам. Для всех бонусная программа действует одинаково. Если я не ошибаюсь, там 10%, потом 5, 3, 2 и 1. По-моему, так. До пятой глубины идет. Так. Также можно приобрести препарат в личном кабинете в рассрочку. Сроки рассрочки вы можете устанавливать в ССА, можете рассрочку это угостить в течение 10 месяцев, либо можете это сделать за 9, за 8, за 7, хоть за 2 месяца. Это на ваше усмотрение. Как только рассрочка будет погашена, то при наличии препарата он будет вам сразу же отправлен. То есть, это не привязано к запуску производства. Если препарат есть в наличии, соответственно, он будет отправлен. Сейчас пока препарата достаточно, поэтому никаких особых задержек нет. То есть, после оплаты в течение буквально 1-2 дней будет отправка. Единственное, что после оплаты вам нужно будет связаться с чатом поддержки, и оставить свои контакты полные для того, чтобы можно было вам отправить и посчитать стоимость доставки. Второй момент немаловажный, тот, что вы можете препарат покупать из бонусного счета. То есть, точно так же можно оплачивать бонусными средствами, которые находятся на вашем бонусном счету. Это была основная информация, которая у меня была по плану. Сейчас немножко не по плану. Вчера созванивался с Францем, договорились, что в ближайшее время я к нему приеду, и там, в Казахстане, будем решать некоторые вопросы по регистрации компании, по совместной, будет ли он участвовать в ней как учредитель, точнее, как соучредитель, или не будет по производству, по дислокации, то есть, вопросы именно такие рабочего характера, которые будут именно на территории Казахстана. Также я постараюсь, если будет возможность, оттуда провести трансляцию именно с Францем, если он согласится. Он не особо любитель публичных выступлений, но я постараюсь его уговорить, может быть, получится хотя бы там на 10-20 минут в прямой эфир выйти и немножко рассказать в целом, скажем так, о своем продукте, скажем так, вкратце. Вот. Так, у меня все. Теперь будем вопросы отвечать. «Будет ли список болезней, для лечения которых применяет Францем?» Список болезней уже практически готов. Сейчас я сам лично занялся этим списком. Он уже у нас, можно сказать, что сформирован. Из вопросов, которые поступают от наших, скажем так, по запросам действия препарата, я примерно через, ну, каждые 2-3 дня созваниваюсь с Францем, все эти вопросы обсуждаю, сейчас их порядка где-то около 60-70 вопросов было по лечению, и сейчас из этого вопросника мы этот список болезней, по которым препарат уже работал, мы их выделим и внесем в инструкцию. После этого инструкция будет размещена у нас и в личном кабинете, я думаю, ну, хотя в личном кабинете, наверное, она не нужна, вот, а в группе ВКонтакте она будет, ну, и ссылка, соответственно, будет на всех ресурсах. И она также будет, я думаю, у нас находиться и на сайте, и в интернет-магазине по-любому она тоже будет. Возможно ли в будущем поглощение компаний крупными фармкомпаниями? Если да, то какие плюсы и минусы? Да, я думаю, что это возможно при условии, если мы правильно выстроим наш бизнес, то есть у нас будет нормально работать производство, будут идти продажи и будет наблюдаться некий рост. И после того, как мы, я думаю, что как мы преодолеем некую планку по объемам продаж, а нас уже, может быть, начнут писать какие-то средства массовой информации, даже самостоятельно, независимо от того, что мы их просили или там кто-то еще, просто уже с точки зрения пиара, да. Вот, я думаю, я думаю, что после этого уже появятся вопросы именно по, либо по покупке технологий, либо по совместному какому-то сотрудничеству, либо по покупке целиком всего. Я это не исключаю. Вполне возможно. Какие плюсы? Ну, если, допустим, нас купят за миллиард долларов, то каждый инвестор получит от этого миллиарда свою долю в зависимости от того, какое количество долей у человека в наличии есть, да. То есть, плюс в том, что это сразу раз вся сумма на руках. Какие минусы? Ну, минусы только в том, что больше мы этим бизнесом не будем заниматься. Ну, как бы минусов я других не вижу. Второй минус, если компания, которая выкупит технологию, будет ли она создавать такой же продукт, скажем, качественный, который для людей, либо они захотят его там как-то переделать, там, ухудшить. Ну, это сложный вопрос, здесь я не могу сказать точно на этот, скажем так, как оно будет происходить там, потому что я там не работал. Какие там стоят задачи, мне непонятно. Инвесторам со статусом сильвер. Один препарат с начала запуска производства, то есть в середине года. Антон, как только запустится производство у нас и пойдет, после этого мы будем формировать уже список тех, кому положен препарат бесплатно. Ну, скажем так, это будет в июле, в середине года, в июне или в августе, я сейчас не могу сказать. планирует ли пополняться линейка продукции? Я скажу так, что на текущий момент есть еще один интересный продукт, и он сейчас находится у нас, скажем так, в стадии испытаний. Результаты, я думаю, что будут по нему где-то где-то в марте, я думаю, может быть, в середине марта, плюс-минус. Первые такие промежуточные результаты. Если он тебя зарекомендует как рабочий продукт, то будем рассматривать вариант как дополнительно к нашему продукту. Если за год у компании будет заказов 2-3 миллиона, что компания собирается делать? Покупать еще помещение, открывать производство? Антон, на текущий момент об этом еще сейчас сложно сказать, как будет что происходить. Вот когда мы запустим производство и уже запустим официальные продажи, после этого мы сможем уже сделать следующую точку отчета, как именно двигаться. Может быть, первый год нам не нужно будет больше производства увеличивать, потому что будет достаточно того, что есть. А может быть, у нас будет сразу спрос превышать наших предложений, нам придется сразу увеличивать производство. может быть, нам нужно будет дополнительно какую-то рекламу дополнительную делать. Сейчас пока не могу сказать. Плюс второй момент, что когда уже пойдут серьезные прибыли, то мы, скорее всего, сразу начнем запускать проведение клинических испытаний на европейской части в Европе. Это стоит примерно около 60 тысяч евро в месяц. У кого самая большая доля в компании? Это коммерческая тайна. В начале проекта обещали первым ста-партнерам курс препарата. Когда мы его получим? Сергей, об этом нужно тоже почитать. Там все конкретно написано, что все, кто получает курс препарата бесплатно, это будет происходить после запуска производства. Если препарата будет достаточно, то получат все сразу. Если будет какой-то очень большой спрос, то будет создана тогда какая-то у нас градация, то есть в каждый месяц допустим 15-20 человек будут получать. Может быть в каком-то другом формате. я сейчас пока не могу сказать. То есть если будет возможность, то получат сразу все. Если нет, то постепенно в течение нескольких месяцев. Так. Магомед. ответите на вопрос Юлия Соловьева. Честно, я не вижу вопрос Юлия Соловьева. Второй вопрос. Кто будет руководителем проекта? Магомед, вопрос такой, знаешь, кто будет руководителем проекта? Да можно поставить должность руководителя проекта любому человеку и говорить, что вот он руководитель проекта. это наверное не совсем корректный вопрос. Вопрос немножко надо по-другому ставить. Допустим, кто руководитель производства, либо кто там будет руководителем отдела продаж, либо руководителем еще чего-то, либо кто директор. на текущий момент, допустим, я директор инвестиционной компании United Financial Group, которая занимается привлечением средств. Я директор и учредитель. В то же самое время я одновременно сейчас занимаюсь и вопросом по производству. То есть на текущий момент уже передано первое техническое задание по подбору оборудования. Если вам интересно, я могу сейчас прочитать примерно список того, что мне ответил человек, то есть там уже пошла работа именно по оборудованию. Договор с Францевым частично выложен в личном кабинете, все могут ознакомиться полностью, пока его выкладывать не будем. Договор с Францевым подписывал я. Для тех, кто еще немножко может быть не понял, я являюсь лицом, которое представляет интересы всех инвесторов и не просто представляет, а моя задача представлять интересы и защищать эти интересы, то есть интересы всех инвесторов в рамках компании United Financial Group, потому что все инвесторы, они являются дольщиками именно этой компании. И моя задача, чтобы все инвесторы были защищены от всех других каких-то непонятных движений, то есть чтобы прибыль была максимальная а риски минимальными и чтобы наша компания по максимуму обладала какими-то правами на получение прибыли либо на получение интеллектуальной собственности. Так, сейчас я зачитаю то, что мне прислали по оборудованию. Там тоже будет много всяких хитрых терминов. Так, я сейчас уже с телефона открою. Здесь открою, сейчас посмотрим. Так, все нашел. Значит, так, вот мне прислали такое письмо. Это моя знакомая, которая занимается именно подбором оборудования, поставкой, сопровождением, растаможкой, то есть все, что касается вот, если надо какой-то станок притащить из-за границы сюда, то это весь процесс полностью она этим занимается. Так, за прошедшую неделю я смогла поднять разные контакты, что касается закупки этой сушки, это именно полиэфильные сушки, по цене и качеству это Италия, не Китай и не Германия. Возможно, имеет смысл найти дистрибьютора в России, но это под вопросом. Расходы на закупку данной позиции складываются из следующих параметров. Первое, стоимость самого оборудования, стоимость перевозки, стоимость страхования перевозки товара, стоимость услуг брокера по таможенному оформлению, стоимость сертификата на товар или доверенность на его использование от лица держателя сертификата, сумма таможенных платежей и комиссия. Перечень задач, поиск поставщика, ведение переписки с иностранными компаниями, анализ коммерческого приложения, согласование подписания контракта на поставку товара на двух языках, где должны быть согласованы условия поставки и оплаты, а также согласование соответствующей спецификации, подготовка отгрузочных документов для дальнейшего таможенного оформления, таких как проформа инвойс и перевод, коммерческий инвойс и перевод, сопроводительные письма, подписанные договоры, спецификации, техническое описание на русском языке, согласование и проверка экспортной декларации СМР, проверка подготовленной декларации на товары для таможенного оформления на соответствии документам, а также кода ТНВ, обработка запросов от инспекторов, организация доставки груза с СВХ, ТП до склада получателя. Примерно вот так вот это выглядит работа. То есть, если кто-то думал, что притащить какой-то станок из-за границы сюда, раз-два позвонил и оплатил и тебе привезли, то это немножко выглядит не так, а это довольно серьезная сложная работа. Это то, что касаемо оборудования. сейчас запрос по оборудованию я уже запустил. Единственный момент, сейчас мне нужно будет с Францевым согласовать конкретно еще раз спецификацию по скажем так, по параметрам этого оборудования, то есть какой там объем это оборудование должно принимать, какая там площадь, допустим, полок для сушки в этих леофильных сушках и так далее. Там много разных нюансов. Вот. Как продвигаются дела с поиском здания? По поиску здания я пока тоже остановил вопрос, остановил процесс, риэлтору дал пока команду притормозить, потому что ситуация такая. Думали, что возьмем в аренду, но буквально вот я на прошлой неделе разговаривал с Францевым, и он категорически против аренды. Поэтому вот в эту поездку, когда я к нему приеду, я еще этот момент с ним тоже хочу обсудить, чтобы уже конкретно поставить точки над и понять, устроить его помещение в аренде, либо все-таки окончательно придется покупать и без аренды. То есть может быть аренда с последующим правом выкупа. Ну, то есть нужно будет с ним все эти моменты обсудить. по телефону эти вещи говорить не очень удобно, все-таки он в возрасте немного, поэтому лучше с глазу на глаз, как бы живьем при общении все это обсуждать. Еще раз вопрос. Наруженбек, руководитель проекта Инвинема, да или нет? Честно, ребят, я не знаю, как на этот вопрос ответить. Я скажу от себя, да, скажем так, для меня Наруженбек это человек, который начал этот проект. А руководитель он или нет, ну, он себя считает руководителем. Я об этом, например, вообще не думаю. Каждый инвестор для себя сам может принять решение, как он относится к Наруженбеку. Является он для него руководителем проекта или не является. Мешает ли Наруженбек и его команда? Я скажу так, что мешать не мешает. Ну, почему? Потому что нету никаких рычагов воздействия, с помощью которых можно мешать. Если бы эти рычаги были, то вопрос остается открытым, стали бы они ими пользоваться или нет, я не знаю. Но один момент есть такой, что да, он постоянно названивает Францеву и жалуется. Жалуется, что его, скажем так, подвинули в сторону. Ну, вот в таком формате есть. Да. Есть ли инвесторы против того, чтобы Наруженбек участвовал в проекте? Ребята, вот смотрите, вот я с Францевым вчера разговаривал, он сказал, что очень хочет, чтобы мы с Наруженбеком помирились. Ну, мы имеется в виду, что я и Наруженбек. Я со своей стороны говорю, что я с ним не ругался. То есть, я с ним не ругался никак совершенно. То есть, Наруженбек со мной ругался, да, это было. И говорю, что, что значит помириться? Ну, вообще, я сказал, что это мы лучше при встрече все еще раз обсудим. Вот. А насчет помириться, если я не ругался, ну, зачем мне мириться? Я здесь немножко не понимаю. Второй же вопрос. Готовы ли будут инвесторы принять его в проект, чтобы он, допустим, выполнял, опять же, какие-то функции или действия? Я в этом, например, не уверен. Со своей стороны я, то есть, полгода мы с ним как бы были вместе, и, ну, я, честно, не увидел какого-то положительного результата работы. А если положительного результата работы нет, то какой смысл тогда продолжать? Вот. Ну, поэтому такой вот момент. я же со своей стороны, ну, я ему честно написал, как бы, в личку, да, когда еще информация эта вся, она не была, на вебинарах раскрыта и опубликована, да, я ему в личку написал честно, что, говорю, так и так, такая ситуация, и, говорю, за тобой остается канал YouTube, группа ВКонтакте, да, потому что они были им созданы. Вот. И было предложение, чтобы, как бы, все это тихо, мирно оставить, чтобы не поднимать какую-то, скажем так, публичность вот этому всему. Но он не захотел просто этого и начал со своей стороны какие-то движения делать. Вот. Поэтому, поэтому пришлось, как бы, на публичность все это выйти. Но что делать иначе? Я же, я ответственный человек за средства, которые приходят, потому что, во-первых, я юридически отвечаю за них, да, потому что компания моя и договор подписан людей со мной. Я отвечаю юридически. И уголовная ответственность есть. И моральная ответственность есть, потому что люди, когда меня слушают, скажут, вот там, Женя сказал, если что все нормально, проект нормальный, значит, можно в этом участвовать. И здесь моя репутация тоже, как бы, в этом процессе во всем участвует. И я не могу просто так брать и деньгами инвесторов раскидываться, просто потому, что они не мои. Я к ним отношусь так же, как, если вот мои деньги у меня в кармане, то я тоже их кому раздавать не хочу. Соответственно, здесь не должно быть такого. Деньги должны идти только на целевое, на целевые расходы, которые направлены именно на проект, на развитие проекта. То есть, где возможно, я стараюсь сэкономить. И это уже много раз было сделано при создании личного кабинета и многих других вопросов, и видеопрезентации, и дизайнеры, и все остальное. То есть, я везде стараюсь находить варианты какие-то, чтобы сэкономить инвестиционные средства, чтобы они просто так не уходили. Даже кто-то сейчас говорит, пишет иногда, есть ли у вас офис. Офиса пока нету. На текущий момент нет необходимости в том, чтобы был офис. Потому что это, опять же, дополнительные расходы. И необходимости в нем нет. Когда у нас будет необходимость в офисе, будет офис. А сейчас, ну, для чего офис? Просто для того, чтобы он был, и я туда ездил на работу, потом возвращался обратно. Буду тратить время на дорогу туда-обратно, плюс расходы на офис, плюс расходы на покупку оборудования в этот офис. Все это вместе, как бы смысла в этом пока нет. Что там насчет крупного инвестора, который испытывает сейчас препарат? Крупный инвестор – это друг моего друга, который тоже в Алма-Ате, и я с ними встречусь, когда полечу туда в ближайшие дни, и все подробно узнаю. Его родители принимали курс препарата, и, по-моему, они его уже полностью закончили, и они должны были сейчас вот в эти дни как-то пойти в больницу и сделать там диагностику или что-то, пройти какое-то обследование, чтобы определить, какие результаты уже. Пока так. Повторный вопрос. Сколько должен Нуржанбек? Этот вопрос пока открыт по причине того, что он до сих пор не предоставил полный финансовый отчет по всем расходам. Поэтому я сейчас на этот вопрос не могу ответить. Есть цифры определенные, которые, скажем так, висят в воздухе. В воздухе висит цифра по средствам, которые… Там есть как бы две цифры, да. Первая цифра – это цифра, которая пришла в проект со слов Нуржанбека, потому что я ее подтвердить не мог, и это еще было до меня. Эта цифра, по-моему, около 24 тысяч долларов. По ней нет вообще никаких отчетов. По ней поэтому я не могу ничего сказать. Вторая цифра – это, по-моему, если я не ошибаюсь, где-то 2,8 или 3 миллиона рублей. Вот общая цифра, которая у него была под отчетом. Из этой цифры там где-то около, по-моему, больше миллиона – это были нецелевые расходы, которые пока что он не обосновал. То есть, ну, примерно так. Может быть так, чтобы инвесторы не заполняли декларации при вводе средств, этим занималась сама компания. Макс, вопрос декларации налогового обложения сейчас пока рано обсуждать. Этот вопрос еще никак не разбирался. Сейчас пока другие состоят задачи. Ну, просто есть задачи как бы первого плана, которые более важны, и все остальное, оно пока на заднем плане находится. Невозможно сразу все делать. Так, пока все думают об остальных вопросах, я предлагаю провести сейчас розыгрыш. Так. Так. Ребят, киньте, пожалуйста, ссылку на ролик еще раз в чат, чтобы я ее не искал. Спасибо. Так. Включаем опять демонстрацию экрана. Так. Наш ролик. 49 комментариев. Идем сюда теперь. Так. Обновляем цифру. Пишем от 1 до 49. Нажимаем. Победил номер 5. Пересчитать идем. Так. Раз, два, три, четыре, пять. Победила сегодня Мария Науменко. Вот. Мария, обратитесь в чат онлайн, чтобы создали заявку на ваш бонус. На ваш бонус. Поздравляю. Так. Вопросы. По какой цене планируется продавать малазийцам? Ну, с малазийцами пока мы переговоры не ввели по поводу продажи препарата, поэтому ничего сказать не могу здесь. Так. Так, ребят, я смотрю, вопросов больше нету. Давайте еще буквально минутку. Если вопросы есть, я отвечу. Если нет, то будем заканчивать. Когда встреча с Францем планируется? Ну, я же сказал, что в ближайшие дни. Точную дату я пока говорить не буду. В ближайшие дни. Как только я с ним встречусь, то я скажу. Александр, напоминали ли малазийцы о себе после приезда? Я с малазийцами не общаюсь, вот, поэтому по малазийцам ничего сказать не могу. Не нужно рассчитывать на то, что малазийцы завтра прибегут и что-то нам дадут. Вот, совершенно. У них свои определенные стоят задачи, абсолютно другие, которые в целом к нашему проекту и к нашей компании, скажем так, какого-то глубокого отношения не имеют. У них задача, они хотят Францова подтащить к себе, в свою компанию и производить препарат там у себя в Малайзии. Но у них своих денег нет, они, опять же, пытаются средства получить у себя в государстве, то есть государственное финансирование. Сколько времени это займет, понятия не имею. Поддержит ли государство их или нет, тоже непонятно. Планируется ли встреча с Нуржанбеком в Алмате? Ну, я скажу так, если Францев скажет, что нужно с ним встретиться, все вместе посидеть, то тогда встреча будет. Если Францев этого не захочет, то встречи не будет. Ну, потому что просто мне с ним встречаться, как бы, я смысла никакого не вижу. Я с ним много раз встречался, много раз общался, и чего-то нового я не услышу. Так, сначала нужно выкупить пакет, потом можно купить препарат. Наталья, я ваш вопрос не понял. Если вы покупаете препарат, то можно сразу покупать препарат, покупать инвестиционный пакет не обязательно. То есть это никак не связано между собой. Сколько долей продано на пятом этапе? На пятом этапе сейчас продано порядка 3,5 тысяч долей. Ну, обычно, когда смена этапа происходит, то первые продажи, так они идут не очень быстро, потихонечку, потихонечку, пока люди привыкают к новой цене, потом к этой цене уже привыкают, и все становится нормально. Когда поменялся у нас встречался на четвертый этап, то ситуация была даже более медленная, чем сейчас. То есть там, по-моему, два дня первых вообще ни одной доли не было продано. Да, темпы нормальные идут. Опять же, пакет четвертого этапа сейчас уже нельзя увеличить. Если кто-то хочет увеличиваться, то увеличиваться сейчас можно только по пятому этапу. Если у вас есть пакет, купленный на пятом этапе, то его можно увеличивать в рамках пятого этапа. По пятому этапу, опять же, всего выделено 90 тысяч долей. Если это разделить на 30, то это получится 3 тысячи долей. То есть если у нас продажи будут 3 тысячи долей в день, то за месяц мы закрываем пятый этап. Если у нас будет продажи полторы тысячи долей в день, то мы закрываем пятый этап за два месяца. То есть примерно вот такие вот цифры. То есть в принципе, что такое полторы тысячи долей, это совсем небольшие деньги. Сколько денег собрано? Сколько денег собрано можно посмотреть в финансовом календаре. Вот финансовый календарь выглядит примерно так. Здесь видно количество долей, которые выделялось на этап, и цена. Можно просто это умножать, и получится общая цифра. Единственный момент, что нужно понимать, что из средств, которые пришли в проект, порядка 40% – это средства, которые идут на выплату бонусов по бонусной программе. То есть если, к примеру, в проект пришло всего инвестиции 100 тысяч долларов, то из них примерно 40 тысяч долларов идет на выплату бонусов. Сколько продано препарата, сколько человек прошло курс лечения. Я же на вебинаре говорил, что всего курс лечения прошло уже с момента создания препарата более 500 человек. Сколько продано с момента создания, я не знаю. Я этим не занимался, не считал. Я могу только говорить о цифрах, сколько было продано, допустим, в рамках работы нашей компании. Будут ли бонусы рекламодателю, рекомендателю, если покупают сразу без пакета? Наталья, вы так пишете вопрос, что не совсем понятен смысл. Если покупают что, и без пакета, мне не очень понятно. Ну, я попытаюсь понять все-таки, что вы написали. Если ваш партнер купил препарат, а вы без пакета, то бонусы все равно вы получите. То есть продажи препарата мы не завязывали на партнерскую программу основную. Это отдельная программа, которая отдельно считает. Я надеюсь, что я понятно изложил информацию. Также, кто не знает или, может быть, не замечал, у нас в личном кабинете есть чат онлайн. Чат онлайн работает с 7 часов утра по московскому времени до часу ночи по московскому времени. Это режим онлайн. Если у вас возникают какие-то вопросы, вы всегда можете написать чат онлайн. Вам подскажут, что, как сделать и так далее. То есть там, в принципе, обо всем люди в курсе. Так, по-моему, вопросы закончились. С момента того, как препарат начали продавать в рамках нашего проекта, продано, по-моему, ну, просто продажами занимался Нурженбек изначально. И всех цифр, скажем так, и продаж, которые он провел, я не знаю, потому что он информацию не предоставлял, никак не вел, и понятия я не имею. Я могу сказать только о том, то, что было продано, скажем так, уже через компанию, а не через него, через компанию было продано, по-моему, 4 курса, начиная вот с января. То есть январь-февраль то ли 3, то ли 4 курса было продано. И 3 курса, я знаю, что было продано в сентябре, то есть это всего 6. Помимо этого, я знаю, что у Нурженбека было еще где-то примерно 6 или 7, может быть, даже 8 курсов, может быть, даже больше, честно говоря. Так, верните кошелек AdvoCash. К сожалению, кошелек AdvoCash вернуть мы не можем, потому что AdvoCash не работает с компаниями, которые занимаются инвестициями. Объясню, почему. У нас был кошелек AdvoCash верифицированный, который был заблокирован. Просто заблокирован, без объяснений, вообще без ничего. Заблокировали. На кошельке было 20 тысяч долларов инвестиционных средств. Две недели переписки моей с AdvoCash, и только после того, как я им написал, что я буду вынужден обращаться в регулирующие органы, которые регулируют их деятельность, только после этого они мне открыли доступ и позволили вывезти деньги из кошелька. После того, как я деньги вывел, они доступ опять заблокировали. Все. Поэтому с AdvoCash мы больше не работаем. В декабре мы ждем прибыль. Не совсем понял, Илья, какую прибыль вы ждете в декабре. Когда будет привлечена полная сумма необходимых инвестиций, инвестиционный проект будет закрыт или выплатой будет заниматься инвенима. Выплатами будет заниматься компания, которая занимается привлечением средств, и доли которой приобретают инвесторы. Это компания United Financial Group. И все инвесторы покупают доли именно этой компании. На текущий момент инвенима – это название, просто название проекта. Это не какое-то юридическое лицо. Инвенима – это название проекта, название всего этого, то, что мы делаем, инвенима. А уже в рамках этой инвенимы есть компании. Компания United Financial Group, которая занимается привлечением инвестиций. Потом будет компания, которая занимается продажей препарата. Потом появится еще какая-то компания. Может быть, там будет 4 компании, 5. Может быть, потом будет 10 компаний разных. Но все они будут как бы в одном и там в целом. Вот люди уже дивиденды ждут в декабре. А, все, понял я, видимо. Имеется в виду в декабре 2020 года. А то я немного не понимал. Если разговор про декабрь 2020 года, то по планам у нас уже есть выплата дивидендов первых уже в конце декабря. Это в планах есть. Если у нас не будет никаких форс-мажорных ситуаций с производством, с продажами и так далее. То в планах это уже есть. Потому что производство мы намерены запустить примерно в июне. Соответственно, с июня уже пойдет производство, продажи. И у нас там где-то порядка полгода будет. Я еще просто не осознал, что у нас уже 2020 год. Что уже февраль. Сколько на одну долю, это будет понятно, когда закроем финансовый год. Как можно считать, сколько на одну долю. Есть приблизительно, это написано было. Вот здесь можно посмотреть. Вот приблизительно. План продаж на 2020 год. 10 миллионов долларов. И примерно дивиденды 2 доллара на одну долю. То есть это планы. Чтобы эти планы выполнять, нужно для этого производить действия, работать. И привлекать инвестиции опять же. Потому что если привлечение инвестиций будет тормозиться, то не будет достаточно средств на то, чтобы запустить производство. То есть у нас первая точка отчета – это привлечение инвестиций. А то можно много чего долго ждать. Но если ничего не делать, то ничего не будет происходить. Потому что на текущий момент средства, которые у нас приходят ежемесячно, этих средств сейчас не хватит на то, чтобы приобрести оборудование. Сейчас не хватит. Нужно увеличивать объем. Потому что, к примеру, леофильная сушка стоит порядка 200 тысяч долларов. Сейчас нет средств даже на покупку одной леофильной сушки. Они как бы есть, но они находятся в рассрочках. И пока все рассрочки выплатят, вот через 10 месяцев, вот эти деньги, которые придут через 10 месяцев, вот их хватит на то, чтобы купить леофильную сушку, еще что-то купить, еще. То есть на оборудование их хватит. Но это будет через 10 месяцев. А нам нужно покупать сейчас. Сейчас пока еще из оборудования ничего не куплено. Сейчас у нас только формируется, скажем так, кошелек средств, из которых мы это будем покупать. Пора вводить бонусы за досрочное погашение рассрочек. Но у нас по рассрочкам и так есть бонусы. Дополнительных бонусов мы сейчас не можем вводить, потому что у нас количество далее ограничено. Понимаете, купить оборудование – это не полгода, да? То есть условно, допустим, оборудование подобрали, оформили все документы таможенные, все как положено заполнили. Но это примерно, я думаю, займет, может быть, от двух до четырех недель примерно. То есть это относительно недолго. То есть главное все найти, подобрать то, что нам нужно. Для того, чтобы это сделать, нужно в первую очередь помещение, с помещением решить, куда везти, чтобы было понятно, куда именно направлять это оборудование. Там помещение должно быть уже готово, все. Должно быть подведено там уже электричество, основание должно быть сделано. То есть с точки зрения строительства, да? Так я раньше строительством занимался. То есть должна быть подготовлена уже площадка, куда его привозить, а не просто, чтобы его привезли и где-то там поставили на каком-то складе там или еще где-то. Вот у нас пятый этап – это 90 тысяч долей. Средняя цена – 4,5 доллара за долю. Вот сколько это получается? 90 на 4. Где-то 380 тысяч долларов получается всего. Общее. Из них где-то примерно 30-40% – это бонусные средства. И все это растянуто на 10 месяцев. То есть это примерно… То есть закрытие целиком пятого этапа по расточкам – это даст где-то приток инвестиционных средств порядка 35-40 тысяч долларов в месяц. То есть вот что такое целиком весь этап закрыт по расстрочкам. Просто может быть кто-то думает, что сейчас уже в компании раз, там и полмиллиона лежит уже здесь вот рядом. Это немножко не так. Потому что вот я говорю еще раз, 300 тысяч на 10 месяцев – это 30 тысяч в месяц. Сегодня 30 тысяч, в марте 30 тысяч, в апреле 30 тысяч и в мае 30 тысяч. Вот за 4 месяца придет 120 тысяч, а станок стоит 200. Так, я смотрю, вопросы закончились основные. Один или я сейчас пишет, и то немного не по теме. Вот, тогда я буду со всеми прощаться. Вот, всем хорошего вечера. Вебинар уже и так полтора часа почти. Вот, я пойду делами заниматься. Еще раз всем хорошего вечера. Спасибо, что зашли на огонек. В следующий раз каждый должен привезти с собой два человека. И тогда мы сдвинемся, и это будет ускорение процесса. Все, всем пока.